добрый день геннадий вечер здравствуйте с наступившим уже сложным наверное очень сложным тяжелее чем те года которые были раньше у нас двадцать четвертым годом двадцать четвертым годом будем надеяться что годом в котором такие какое-то мирное соглашение будет подписано или хотя бы остановится война ваши надежды на октябрь двадцать третьего не оправдали себя не оправдали в силу того что политические силы не заинтересованы в остановке войны война уже все объяснила принципе она закрепила войска и выводы надо было делать в принципе закрепляясь на тех позициях на которых уже стоит ни туда ни сюда не русские ним и продвинуться уже не сможем и в принципе вся логика этой войны и после статьи в times заложного было все понятно но то что политики не хотят ее останавливать тут несколько причин есть индивидуального характера для клики зеленского это смерти подобно политической для запада я думаю что американцам еще не время останавливать войну силу того что они обескровливают все равно россию и россия все больше отодвигается в маргинез и поэтому война вот такими методами продолжается новогодняя ночь у нас прошла более-менее спокойно вот конечно сегодняшняя ночь но то что мы говорили что до 6 числа будет огромное количество атаки просили всех наших зрителей слушателей быть подальше от окон и беречь свое здоровье многие сегодня отмечают что данная ночь была самой массовой вообще в истории человечества по количеству гиперзвуковых ракет и вообще калиброванной такой атаки потому что разные галибры искандеры даже кинжалы и плюс еще и дополнительно большое количество этих крылатых дрончиков летели сегодня на украину и на киев а когда вы посмотрели фейсбук когда посмотреть телеграм-канал и ваши впечатления о том что происходит сейчас в украине тары блять хочется от этого уже она настолько осточертело надоело единственное что столько негатива что хочется поискать позитив хоть какой-то я нашел этот позитив только в том что сильная все-таки система пво в киеве все-таки сбивают и даже вот такой комбинированный удар уже у путина не проходит это укрепляет нас в том что путин не достигнет никаких своих целей в украине он застрял в ней и вот эта встреча с ряжеными больными куда он поехал говорит о том как раз что он в отчаянии реально то есть вылезла на сцену что он в отчаянии он не может заставить украину идти у него на поводу и сдаваться и даже обстрелом столицы и ему американцы показали что в принципе налажено настолько сильное пву что его хваленые кинжалы тоже сбывают вот это позитивно что путин проиграл войну даже если он будет объявляться трижды победителем он не смог заставить украину подчиниться себе и фактически это террористические акты гопника который просто не могу сожрать так понадкусился мир встретил еще раз новогодние праздники и перед новогодними праздниками выступал при выступали президенты разных стран мы всегда обращаем на них внимание потому что это такие на сконцентрированные речи это хорошо подготовленные выступления лидеров стран и я хотел бы на них остановиться и спросить ну что вы явно же смотрели выступления разных президентов и давайте начнем с господина зеленского поразило вам что-то там в речах то что он объяснил то что он рассказал потому что речь была затяжная 20-минутная что мы можем сделать какие выводы с этой речи которая к нам к народу обратился воюющей стране господин зеленский но это было не речь для народа не не речь о народе не не речь о том как мы будем жить 20 это было хвостовство безудержно какой я герой как я воюю и даже в некоторых частях он так избивался я иногда даже путал он на себе говорит или в переносном смысле о тех людях которые должны воевать это было абсолютно бездушная речи людоеда заранее записанная то есть на самом деле идут прилеты идут трагедии на границе вот он когда говорит мы одна семья на там семья должна быть а в это время в телеграм-канале появляется женщина у которой трое детей и и заворачивают с мужем с на границе в это время у него застряла куча народа семей на границе это было абсолютно бездушная речь людоеда вот такого маленького людоедика зеленого если взять путина речь это было вообще речь голограммы я так понял то есть они записали какую-то голограмму который кстати который говорил больше тоже о семейных ценностях то есть вот эти все кощей бессмертные людоеды не все время говорят о семье при этом семьи возле них нет не замечали то есть они ведут какой-то затворнический одинокий образ жизни ну а если сравнивать конечно с западными лидерами то вот суна к можно сам полутора миллиона полутора минутное выступление говорил исключительно об англичанах как они будут жить как как они снизят налоги как они дадут больше защиты вот о чем говорит должен лидер а люди мы имеем три людоедских режима лукашенко украина и путинский режим и в результате люди этих стран страдают уже это абсолютно бездушные правители наш не исключение это молодой людоедик можно сказать внук кощея ничем от них не отличается мы всегда обращаем на мнение нашего врага и то что говорит враг враг начал повторяться господин но его господином трудно назвать путин он факторы сделал большие и пить его каждая речь как будто бы он сам ее готовит потому что повторы за повторами и ничего нового абсолютно не сказал но все уже поняли с этой речи что путин не собирается останавливаться и он уверенно идет к своей победе на выборах и я так понимаю что каждый раз будет звучать практически раз в неделю у нас такие мощные обстрелы и путин не остановится до марта месяца это будет очень жестко и этот человек наверно будет выступать каждый день мы услышим много лжи потому что тот человек огромный смысл слушать нет смысла слушать потому что даже анализировать нет смысла эту речь может только символы какие-то в этой речи анализировать вот 23 год он в окружении военных был а 24 он встречает в одиночестве и еще записаны как голограмма то есть мы видим изменившегося путина то есть год назад это воинственная риторика в этот раз разговоры о семье надо еще смотреть что параллельно делает вся государственная машина ты прав что все нацелено на выборы а это значит подыграть электорату я тебе должен сказать электорату в россии ужасный у меня тут удалось пообщаться с некоторыми русскими у них реально промыты мозги насквозь то есть они действительно повернуты на величие нации на том что путин делает все правильно что на них там кто-то давит нападает что украинцы предатель это и что украину в принципе они жалеют даже что можно было разбомбить аж до львова когда им говорит что для выбора за бомбили кого сил нету нет возможности сбомбить и вам не дают это сделать и поэтому от бессилия вы собственной злобе захлебываетесь но у них действительно промыты мозги поэтому этому электорату очень хорошо подыгрывает путин они развратили свой электорат настолько что они вынуждены вот до выборов показывать вот эти фокусы свои ноги поэтому быстрее бы они закончились у них эти выборы не думаю что он будет так уж часто бомбить я просто не думаю у него просто закончится действительно ракета то есть такие массовые атаки это скорее психическое психологическое давление на людей но что мне понравилось что сейчас начали звучать все больше больше высказывания во всяком случае британцев что они снимают красные линии то есть я так понял что теперь будут наноситься удары по тылам россии и куда там долетят ракеты на 500 километров хорошо бы если по кремлю бы бахнули иску перед выступлением путина заявил о том что они возможно будут переписывать обращение к народу который он будет посылать от накануне встречи нового года это было связано тем что на бергород на белгород перелетели ракеты и даже путин заявил что это были рсзо которые имеют такую разрывную точку точку а прицеливания которые бьют по площадям но с украинской стороны добить туда рсзо крайне сложно потому что от границы это 40 километров а учитывая что от границы надо поставить эти ракеты дальше то это это крайне сложно может быть это провокация потому что но как-то очень похоже на то что было с рязанским сахаром провокация обстрела свои же территории своих людей а он не жалеет никого для того чтобы миру хоть как-то показать что вот украина обстреливает мирное население и мы являемся террористической организацией чего нам еще ждать ведь договориться с этими людьми будет практически невозможно они не идут ни на что и они готовы убивать своих людей ради того чтобы одержать победу на ближайших выборах ну это же режим поэтому что он будет творить со своими людьми с нашими ему все равно ему самое главное удерживаться у власти и все до конца дней свои понимаешь я не знаю как анализировать чудовищные события 21 века которых не должно было быть вот когда ты анализируешь того чего не должно было быть она и поэтому затруднение сказать чем там стреляли если наши хорошо если они сами себя тоже хорошо это значит они повторяются еще чеченской войны чеченскую войну не тоже обстреливали сами себя и террористические акты устраивали сами себе взрывали девятиэтажки своих собственных граждан это типично качейский режим он все вокруг на окраинах империи всегда палит поджигает жюри что его надо анализировать скорее как сказочного персонажа как качей объясняет но и вся его логика укладывается именно поведение человека который уже давно сдох он внутри себя уже сдох давно и вот эта мертвая личина которая выступает перед нами это действительно голограмма мертвого человека он у него душа умерла ему все равно вот знаешь это скорее это психическое заболевание и с ним должны работать психологи или даже психиатры потому что если у тебя нет эмпатии к другим людям нет сочувствия другим людям ты кто вообще то есть получается что россией правит сумасшедший кощей вот реально без души и поэтому россиянам они попали в этот плен но и пропаганда их тоже удаляет у них потихонечку душу что даже надо иногда останавливать уже другим людям устраивать такие разводки как с вечеринкой и влеевой вдруг начали наказывать за то что не наказывали много лет ну и там же интересно еще реакция этих людей участника вечеринки ничего плохого в этом нет то что они участвовали полуголые там это обычное явление но то как они нашли оправдывать себя как просить у всех прощения то есть это это говорит что публика и избиратели российской федерации они абсолютно инертные аморфные которые готовы приспосабливаться и которые готовы идти своим вождем а значит война не будет остановлено потому что зависит он не только от власти народа не был самого народа народом не будет остановлено в силу того что я говорю что этот человек свел с ума россию и удалил у них душу и на сегодняшний день эти люди ты видишь они даже не стесняются имея имена и деньги они не стесняются так унижаться то есть на самом деле ради денег вам еще день киркоров надо еще деньги он что не может уехать на запад жить может но еще деньги еще имущество и этот режим выкармливает именно это все выкормыши этого режима и этот режим этих выкормышей в общем-то может наказывать поднимать опускать и надо не забывать что пришла смена поколений там еще более фашистующий есть шаман который вообще на гитлер юген похож с его фашистскими речевками и пением талантливый парень но тоже уже отравлен вот этим режимом поэтому она уже передается внукам этот кошмар задержались дедушки власти и они конечно вот этими костлявыми лапами тянут россию на дно россияне самое интересное вот разговаривали с ними зато у нас столица красивая зато у нас хорошо живут и вот такие вот у них речи песочницу им построили где-то знаешь они все время сквозят то есть империя кормит своих подданных и дает деньги тому кто лежит сапоги и мы вот видим что это вот граф декюси писал сиятельные рабы явное показание что никто в россии не свободен все рабы сиятельные рабы и он тогда описывает это еще при при царе что он был поражен насколько они унижаются не по европейски когда они там что-то оделись костюмы и пытаются быть похожи на европейцев не там душа гнилая рабов поэтому они подчиняются абсолютно своему фюреру такому же рабу смотрели выступление еще двух лидеров они были более интересны для нас потому что есть ожидание не на нашего зеленского а есть ожидание на наших партнеров в основном это сунак британия и соединенные штаты америки байден выступил еще и выступил на форне украинского флага они сказали что будет поддержка будет помощь и о том что мир должен измениться лучшую сторону значит надежда остается о том что нас не бросят и украину буду поддерживать и никаких красных линий уже больше не будет и мир готов помогать действительно для того чтобы одержать победу я думаю что война переходит на следующий технологический уровень силу того что снаряды действительно заканчиваются из со всех сторон то и окапываются сильно то как раз война должна перейти сейчас уже на рссо и на летательные всякие штуковины и у американцы я думаю что в этом году снимут запрет на поставку многих товаров военного назначения и что россии будет прилетать гораздо больше и приурочено это как раз к выборам байдена я думаю что мы участвуем в большой избирательной кампании байден и ему очень важно заставить путина заплатить когда-то обама сказал он заплатил за крым и я думаю что что то есть и в речи зеленского тоже было такое проскользнуло что сейчас все сосредотором экономистом дал интервью и он как раз начал говорить что но то что стратегическая оборона это понятно а то что целью остается крым то есть будут бить по крым возможно перебьют мост потому что они сейчас наступают на болевой мозоль путина я где-то прослушал забыл какой или политик или общественной деятельности сказал что крым на самом деле это и есть дуб кощея где этот сундук находится с вот этим флотом с вот этой гордостью его и я думаю что по по этому сундуку будет колбасить потому что донецк это бесполезно белгорода тоже а вот крым обесточить и блокировать и выгнать оттуда корабли это нанести реальное политическое военное поражение путину и это . возможно они будут давить все время сбивая дуб на сундук на дубе том а мост стоимостью 24 миллиарда долларов это является иглой потому что все сейчас в мире зависит от логистики вот коридор который есть сейчас при наличии нормальных ракет мы можем сегодня даже так маг является очень важной тонкой точкой для россии и украина никак не можно его добраться там очень логистический коридор очень важный перебивая иглу мы тогда имеем возможность обстреливать дальнобольными ракетами вообще крым и тогда является для россии большой проблема потому что потеря крыма и то есть игла в которой вложено столько денег судя по всему да и я думаю что вот этими обстрелами которые произвел путин перед новым годом и после нового года он снял ограничения то есть и до этого как-то да ладно не надо может быть туда-сюда то сейчас мне кажется логичным перебить этот мост и кошмарить весь крымский полуостров унижая путина таким образом вот именно унижая путина потому что что кощей не может стерпеть это унижение когда его не считают за пацана тогда его слова пацана ничего не стоит а что за угрозы прозвучали в сторону британии что если такие подсобники как британия будут дальше помогать украине то тогда им придется навести очень талант и ударить напрямую по британии для того чтобы остановить все это движение это за выходки и это просто пустые слова потому что но британцы же тоже слышат им же перевод дают по на youtube каналах звучат такие известия британ это не путин заявляет и не официальная позиция это заявляют всякие подпевал и кремля они там статьи пишут по привитивному ядерному удару но я думаю что путин уже не решится на это ему не позволят даже военные потому что привести гибели массовой гибели армии потому что ну мне кажется все равно если нато вмешалось бы в конфликт с американцами то война бы быстро закончилась есть опаска ядерного оружия применения то есть да но будет она упрямляет вряд ли поэтому все эти угрозы до лампочки думаю что кощей иссякает депутат бузыста как кинзвейтер заявил о том что европе осталось не так уже много времени для войны с россией осталось 5-7 лет и европа должна готовиться потому что украина не всегда может сдерживать проникновение этих войск нам надо сегодня сплотиться и в общем-то быть сильными и вооружаться чтобы об этом думаете это пугалки для своего избирателя или это мысли действительно страх депутата уже для роста военно-промышленного комплекса сенаторы америки депутаты и богатые люди европы сейчас интенсивно вкладываются в акции оборонпрома и они будут выпускать новые виды вооружения на самом деле украина сейчас превратилась некий полигон современной войны что в принципе может враг по отношению к соседнему государству чем в принципе можно защитить допустим все страны балтии там польши те которые граничат так или иначе россии и в принципе эти ответы украина сейчас дает вот этот налет на киев комбинированный попытка разрушить оборону она на самом деле экономически выхлопа не имеет слишком дорого но вы убили там 20 чем-то человек 100 ракет на каждого человека вы по ракете что ли по по 3 если мы вот так считаем то да и снаряды выпущенные на поле боя там какое-то безумное количество то чтобы убить одного солдата надо выпустить 100 снарядов это безумие какое-то то есть это показано том что этими методами война уже вестись не будет что есть даже вот мозговые центры где разрабатываются самые чудовищные войны и от одной от одного предложения даже у людей волосы дыбом стоит его простоте и я к сожалению сейчас наблюдаю что в украине возможно осуществляется это как-то она так спонтанно сложилось система заключается следующем нужно отключить все логистические коммуникационные возможности люди не должны между собой коммуницировать и передвигаться то есть замкнуть каждого и после этого у людей начинается внутренний отстань еще стращать чем-то снаружи то сирены включать то еще что-то взрывы какие-то где-то происходит и люди начинают замыкаться сами в себе сохраняя семью то есть они к соседям начинают относиться агрессивно начинаются конфликты между семьями то есть гражданские конфликты и в конце концов формируется группировка которые свергают правительство кровавым способом вот такой чудовищный вид войны разрабатывается и его легко осуществить и на сегодняшний день вот в украине коммуникации нарушены постоянные военные тревоги и начинает агрессия расти между людьми группировка на группировку начинает ну мы так скажем группировка прокуратуры нападает на группировку этих самых предпринимателей группировка ТСК она попадает на отдельно граждан граждане начинают оказывать сопротивление то есть начинаются битвы друг друга мы находимся сейчас в гражданском конфликте между собой мы вот когда зеленский выступает мы же видим он выступает не для нас он выступает для своей клики, он служит для своей клики, и таким образом он разделяет народ и власть. Вот когда сейчас много заговорили о плане Б, которого нет, вот у нас план А не сработал, понятно, а план Б какой? А плана Б нет. И начинают друг другу задавать вопрос, а у тебя есть план Б? А у тебя есть? Они кто это? Власть заявляет все время. Где ваш план Б? И мы подсказывали летом, что надо уходить в глухую оборону. Спустя 6 месяцев до них дошло, что надо уходить в глухую оборону. Хорошо. А план Б какой? В глухой обороне. Потому что то, что вы делаете внутри страны, вот за этим барьером обороны, вы приводите к гражданскому конфликту. Нас и так к нему подвели. На языке, на разделении Восток-Запад. Это же действительно сшитая Украина. Многовековые традиции были в разных империях. На некоторые части, даже никогда Россия там и не правила. Ну, короткий период Советского Союза. И поэтому сегодня надо план Б, который примеряет семьи. Делает нас действительно единым государством. То есть убирает барьеры между людьми. Запрещая группировкам, особенно властным, нападать на людей. Потому что у нас получается так. Группировка государственников или государство живет своей жизнью богемной. Отлично зарабатывает деньги. Перемещает. А с другой стороны народ, который от них только ничего хорошего и не ждет уже. Поэтому и Зеленского особо не слушают. Ну, что он там наговорил? Было подсчитано, что сегодняшняя атака обошлась для России 687 миллионов долларов. Каждая ракета стоит определенные деньги. Самая дорогая из них кинжал, которая там больше 15 миллионов, одна штука. Россияне по 17 процентов только россиян были когда-то за границей. Они действительно живут к определенному своем каком-то коконе, которым очень легко и они все действительно повреждены страху. И перед друг, перед другом и перед своей властью никуда не выезжают. Чему же подвержены страху польские правители, которые так сильно пытаются улизнуть от этих действий и пытаются сказать, что то ракета к ним не залетала, как было несколько дней назад. Хотя всем доказано, что ракета через страну НАТО пролетала. Сегодня ночью бомбардировщики и истребители были подняты по тревоге, сопровождали ракеты, которые даже летели рядышком через польскую территорию или рядом с ней. Почему польская сторона молчит и никаких действий никто не хочет принимать? Это страх вписаться в Третью мировую войну? Что они ждут? Да не боятся они ничего. Вот к чему это вот? Опять же распускать, что поляки сидят и боятся залетевшей ракеты, боятся конфликта с Россией. А мы такие бесстрашные, да? Ты не боишься, я не боюсь. Люди на фронте не боятся. Украинцы такие бесстрашные. Да нет, это взвешенная позиция взрослых людей. Если есть возможность избежать конфликта, перейди, блин, на другую сторону дороги. Если ты видишь, что идет дебил. В данной ситуации поляки сдержанно себя ведут в силу того, что они имеют дело с дебилом. И чего им вот это вот, что, войска вводить на территорию Украины НАТО из-за залетевшей ракеты? Да даже если бы она там упала, они бы не вмешались в конфликт. Потому что все объясняет на украинской земле украинская армия на сегодняшний день. И всю пустоту Путина она доказывает. И работа ПВО, которая защищает, пока только, ну, массировано Киев так замечательно защищает, доказывает. Что еще доказывает? Что поляки не дали? Оружие не дали? Не помогли логистикой? Не приняли людей? Да выехала, вон, пишу, сколько там? 36 миллионов. А вернулась там 18. Я не знаю. Какие-то цифры сумасшедшие. Что осталось там 8 миллионов за рубежом. По данным нашей службы. Я читал Скобееву. В ее телеграм-канале было написано, что с начала военных действий 22-го года Украину пересекли 18 миллионов 600 тысяч человек, а вернулась через польскую границу 16 миллионов 200. То есть практически разрыв составляет где-то полтора миллиона. Но многие люди пересекали через другие коридоры. Это пересечение самых таможенных постов, через которые шла, в общем-то, история. Но даже по Скобейскому, вот этому, по Скобейским данным, которые она предоставляет, только полтора миллиона через Польшу переехали в одну сторону и не вернулись обратно. А что за угрозы, которые звучат в сторону Америки от Ким Чен Ина? С чем связана такая гордость этого человека, который говорит, что надо приготовить свои войска, и если начнется, то мы сейчас и по Англии долбанем, и по Америке долбанем. Ну, мы говорим о маньяках, которые для своего внутреннего потребителя. Это же не для Америки. Ну, какая угроза Америки Ким Чен Ина? Никакой угрозы. Америка прекрасно продемонстрировала свою мощь в конфликте на Ближнем Востоке. Подвела пару эсминцев, и ни одна страна даже не пикнула окружающая Израиль. Не вмешались и палестинцы, и их союзники в конфликт, что идет спокойная зачистка территории Палестины. Американцы прекрасно, когда им надо, войдут эсминцы. Авианосная группа войдет. На сегодняшний день они, видать, не видят такой надобности вводить в Черное море те же самые авианосные группы. Потому что какой-то договорняк, наверное, все-таки есть. То есть испытать все оружие на территории Украины. А самое главное, я же говорю, что если ты смотришь с точки зрения математики, логики, ты видишь, что две страны, вооруженные до зубов, выстреливают баснословное количество оружия, обогащая военно-промышленный комплекс США, обогащая промышленность Германии, которая тоже выпускает. Куча заказов идет. На сегодняшний день огромное количество стран заказывают вот эти вот прекрасно зарекомендовавшиеся патриоты, которые, как оказалось, сбивают кинжалы. Да где ты найдешь такую рекламу, как сегодня произошла в Киеве? Патриоты сбили сколько там, 10 или 7 кинжалов. Во, что надо покупать. Дорого. И потом, когда эти все патриоты расставят по польской границе, то куда будет стрелять Путин? Себе в ногу будет стрелять. Из одного места. Говорят, 10 кинжалов, вроде как, сбито все. И уже там Игнат сказал, что из 15, все 15 сбили. Не знаю, насколько это все правда, потому что может что-то прилетело. Один кинжал стоимость 15 миллионов долларов сбирает Патриот, одна ракета которого стоит 2 миллиона долларов. И все-таки, если посмотреть, то у нас действительно остаются важные моменты. И вот обломки, падающие возле посольства США. Нам, наверное, очень хочется, чтобы другие страны уже побыстрее вмешались в этот процесс. Потому что самим очень сложно. Общаемся с военными, общаемся с родными, близкими. Видим жертвы, видим те разрушения. Сегодня тоже я проезжал и видел то, что творилось на дороге, по которой я проезжал. И хочется думать, а как же, куда смотрит мир, когда трясутся стены, когда все разрывается над их головой и летит. Да вообще не смотрят. Ты видишь своими глазами, как оно падает? Юра, вообще не смотрят. Ты думаешь, американцы смотрят на Украину или европейцы там страдают за Украину? Нет. Мы, если сами себя только спасем, тогда еще что-то будет. Но на сегодняшний день я же рассказал этот чудовищный план Путина. Это уже не военная победа. Это разрушение государства изнутри. Провокация на то, чтобы люди вооруженным путем свергли правительство. Наше правительство или президентская администрация, у меня такое впечатление, что они подыгрывают им. Что идет какая-то игра на раскол общества. Потому что так издеваться над гражданами на границе, такие законы показывать, демонстрировать, а потом их долго обсуждать, типа мобилизационные, так осложнять жизнь граждан Украины централизованно. Это надо умудриться. И мы сейчас находимся на пороге, скорее, гражданского конфликта. И это более чудовищный план, чем война или выстрелы. Выстрелы и вот это падение обломков – это дестабилизация ситуации. Когда твою психику ушатывают. Но вопрос – кого ты начинаешь ненавидеть в результате этого? Путина мы и так ненавидим. И все вот это прилетающее. Но ненависть начинает спускаться друг к другу. И завтра, представь себе, люди, у которых нарушены эти коммуникации, нет перспективы работать, что они будут делать? Они пойдут где-то что-то откручивать, отвинчивать. То есть спасая свою семью. Мы на пороге реально конфликта. Уже гражданского. Вот это будет побоище. И к этому приводит вот это клика Зеленского. Потому что, когда еще раз я вернусь к плану Б. Какой план Б может быть? План Б – это дайте людям дышать свободно. Дайте людям работать на своей территории свободно. Снимите этих шакалов-котов с наших голов. Потому что на сегодняшний день на фоне этой войны и падающих ракет приходит налоговик. На фоне падающих ракет приходят суды и менты грабить. Приходят эти ТЦК. Да у людей и так горе. Неизвестно, кто как лотерея играется. Но уничтожает на самом деле веру в государство непосредственно администрация Зеленского. Они же не выбрали путь европейский. Они его только декларируют. Это европейцы нас тянули туда. Но то, что они делают, забрав под себя суды, забрав под себя ментов, забрав под себя прокуратуру, и фактически действуют так же само, как Путин. Автократичными методами. Раздражение вызывает и очень сильное. Я сегодня ехал на работу, думал, как бы на железяке не наехать и не проколоть колеса, потому что там действительно валяется огромное количество, которое просто не успевают забирать. Я остановился, попытался помочь, но лишних оттуда убрали, сказали не надо. И я приезжаю в офис и вижу, когда мимо нашего офиса проезжает несколько кортежей, большом количестве автомобилей, сопровождение и скорой помощи, и машин ГАИ, и они куда-то ездят. И видно, что это не иностранные номера, а наши номера. То, конечно же, вызывает недоумение и боль. Ты не понимаешь, что творится, потому что в центре они катаются под полной защитой на хороших машинах, а там не хватает людей для зачистки улиц, для того, чтобы убрать оттуда железо. Геннадий Викторович, все-таки у нас праздник, мы говорили про основные новости. Я хотел бы обратить внимание на спонсоров, поблагодарить за то, что они целый год были с нами. Я хотел бы прочитать некоторые комментарии и предложения, которые звучат от них. Но вот в частности, Технолибертариан есть у нас такой человек в Чернигове, который регулярно нам помогает и поддерживает наши движения. Первое предложение, которое додает, говорит, у меня у Балашова в риторике не хватает немножко мнения его о неизбежности уничтожения людей, посекнувших на наш дом и на нашу жизнь. То есть Балашов часто критикует нашу власть и рассказывает, что надо делать и как изменить ситуацию в стране. Почему Балашов так мало опирается на то, что Россия враг и она должна быть наказана? По-моему, мы постоянно об этом говорим еще с Майдана. В 2014 году, за что на меня было заведено в России в Басманном суде уголовные дела и объявлен в розыск. Еще тогда я говорил, что на своей территории врага надо отстреливать. Что еще? Мы можем добавить к этому. Но людям же не это надо. Людям надо, чтобы мы с губном постоянно орали о своей ненависти. А дело в том, что на сегодняшний день надо говорить о том, что мы можем сделать внутри страны для своих граждан. И по сути все мои передачи посвящаются тому, что мы можем сделать для своих граждан. Вот сейчас опасность идет от разжигания ненависти к своим гражданам. Буквально граждан Украины столкнули лбами с таможенниками. Столкнули лбами с армией, с ТЦК. Столкнули лбами с чиновниками и с друг с другом. И это все происходит внутри страны. Но мы же не можем победить методами Кащея. Кащея. Нам надо быть другой страной. И если мы провозглашаем европейские ценности, то людьми надо быть европейцами. Беречь людей. Помогать заботиться о своих гражданах. А не разорять их. Заботиться Зеленский? Нет. Зачем мне такой президент? Мы должны сделать все, чтобы он ушел. Свалил. Со своими котами. Забирал их нафиг. Ехал куда-нибудь. В Лондон. Куда-нибудь. Нам нужен более человечный президент. Об этом мы должны говорить. И людям открывать глаза на бесчеловечную нашу власть. То, что Путин бесчеловечен. И Лукашенко. И вся эта свора. Ну что, и сто раз повторять будем? Ну и так все очевидно. Что мы не пришли к выводу, что Россия склонна к войне с промытыми мозгами. И так видно. А на себя в зеркало не хотим посмотреть? Потому что мы скоро будем действительно нападать друг на друга. У нас уже и так на всех богатых нападает прокуратура. Отбирает имущество. А часть людей одобряет это. И правильно, что у вас забрали. Я же читаю у себя там записи. А и правильно, что вы... Как вы нажились? 32 года в бизнесе. Как это у тебя квартира есть? Надо правильно, что у тебя арестовали. И вообще расстрелять надо. Откуда эта агрессия? Она спала в нас, в украинцах, много десятилетий. Сейчас вылезла во время войны. Война переписывает все. И наши отношения друг к другу должны переписать. Критиковать врага, наверное, проще всего. И такие блогеры всегда будут приветствоваться. Но они же ничего не предлагают, что можно изменить в себе самом. Назвать причину в нашем государстве. И подвергать себе опасность от силовых структур, не критикуя, не говоря на их причины, которые они, в принципе, тоже создают. А второе, это война в Украине, это мировая борьба добра со злом. Это не просто война Украины с Россией. Это война добрых сил сейчас против злых сил, которые остались в прошлом. Оси зла укрепляются. Я имею в виду по линии Суровикина. Уже все-таки с нашей стороны тоже начали появляться эти зубы дракона. Я думаю, что это и будет на ближайшие десятилетия некая граница и ось зла между нормальным государством или нормальными людьми европейского толка. Только украинцам надо еще поменяться. Потому что сумма заключениями Зеленского и его окружения коррупционного вы в Европу не попадете. Нам надо поменяться внутри. А это значит изменить саму суть государства, которое не должно быть постсовковым и так похожим своими авторитарными замашками на соседнюю Россию. Ошибки нашей страны очень напоминают Израиль. Они пытались приглушить вылезшую из канализации средневековую нечисть. Мы пытались сделать то же самое, ублажить и попытаться договориться с наших врагом, с нашими людьми, попытаться договориться с миром. А эта ситуация напоминает еще 1938 год, когда Европа пыталась при разделе Чехословакии ублажить врага для того, чтобы не вступать в войну. Оказалось, что война еще более сильная. Мы так же самое отдали когда-то Крым. И тем не менее война наступила. Похожи ли наши ошибки с Израилем тем, что мы пытались ублажить врага? Да вообще разные. Там идет зачистка террористов, которые стреляют по мирным городам. И не участвуют с обоих сторон регулярные армии. Регулярная армия только с одной стороны. И превосходство там безумное. Там реально идет спецоперация. У нас же полноценная война идет на территории Украины. Поэтому во время такой войны и ошибок полно, и достижений полно. Лучше выпячивать то, достигнутое во время войны. Обороноспособность страны выросла в сотни раз. Потому что ее не было. И Крым потеряли, потому что не было никакой обороноспособности. И не было подготовленных войск. Страна вообще не собиралась воевать. Никто не верил в войну. Но даже потом слушал там Пугачева, он говорит, и мы не верили в войну. Мы спокойно воровали со снарядов. Миллиардами. Но никто в голову не мог себе включить, что будет война с Украиной. А она случилась. Я говорю, просто иногда человечество попадает в ситуацию... Это беда авторитарных режимов. Вот может быть богом посланный диктатор, как в Сингапуе. А может быть проклят диктатором народ, который приведет к войне. Все зависит от личности. В данной ситуации абсолютно бездушная личность правит Россией. Но опять же, сколько мы будем его критиковать. Мы должны понимать, что мы же тоже таких порождаем. Откуда у нас взялся этот бездушный людоедик Зеленский? Который 20-минутную речь записал абсолютно бездушную. Не для граждан. Самолюбование. Какой я крутой. Как я воюю. Посидел бы он на границе с той женщиной, с тремя детьми, которая ехала праздновать Новый год. И вот он к ней бы обратился. Вот ты, женщина, твоего мужа выволокли из этой машины и сказали, иди, едь за справкой с военкоматом. У тебя трое детей, вот ты их представляешь. У таких мужчин броня. Ее развернули. И она на границе мерзнет с детьми. В поле водят детишек в туалет. Это он не сказал, потому что бездушен. Душу у него так же удалили в детстве, как и у Путина. Геннадий Ильич, я считаю, что наша задача разъяснять гражданам, что без инструментов политических и экономических свобод граждан победы достичь невозможно. Сейчас, возможно, только вызревают идеи свободы. Но люди, наверное, до конца наедятся рабством. Все-таки этот маятник продолжает двигаться в сторону рабовладельческого строя. Потому что государственники современной Украины не видят своих граждан свободными. Они этого не допускают. Ибо сами рабы. Вельможный раб. То же самое у нас. Мы недалеко откатились от России. Еще один тезис, как раз в продолжении ваших слов сейчас. Справедливость и свобода права вернуть единение и воодушевление, которое было в марте 2022 года. Там действительно даже перед встречей нового года или в марте, мы тогда о налогах, которые говорил Зеленский, что платить не может, о том, что думать надо о себе. У нас было сильное единение. Тогда действительно все пошли. Если бы случилась такая беда сейчас, при том, что разобщенность, которая есть сейчас в нашем обществе, но, наверное, невозможно было подняться, наверное, бы все просто или сдались, или куда-то убежали. Ваше мнение о поводу того, как сделать единение в стране для того, чтобы люди поверили в себя и сплотились, как единый кулак для защиты Родины и победы над врагом? При этой власти ничего не выйдет, потому что они работают на разобщение. Достаточно посмотреть мысли 95-го квартала, поставленные. Меня затошнило смотреть, я не смог смотреть. Но то, что они творят на сцене, то у них в голове. Постоянное, как это... Наверное, они столько унижались на сцене и в банях, что они сейчас мстят обществу. Знаете, это злые клоуны у власти. Клоуны-террористы, можно сказать, по отношению к своему. Поэтому мы можем предлагать, мы можем говорить о важности свободы, но пока не придет во главу такого государства человек, у которого мысли упорядочены, и он хочет сделать людей свободными. Ничего не выйдет. Зеленский не хочет, чтобы люди были свободными. Его окружение хочет получать деньги. И во время войны хочет снимать кино про себя. Хочет записывать 95-й квартал. А люди, люди это на периферийном зрении. Поэтому при Зеленском этого всего не произойдет. Мы только ухудшим общество. И чем дольше он будет находиться у власти со своей кликой, тем больше они будут контролировать судебную систему и разрушать правовые вообще всякие устои государства, тем больше ненависть в обществе будет расти. Потому что разобщение будет идти. Спасибо. Это, наверное, не такой эфир, который стоило бы проводить 2-го числа после новогодних праздников, когда люди, наверное, должны отдыхать после того, что у нас провели дни. Но у нас действительно не было салютов, что нас радовало. Было очень тихо, очень спокойно. Горели окна практически всю ночь. Не было шатания. И ночь пришла тихо и спокойно. Что не скажешь на следующие дни. Пожелаем мирного неба и что все-таки в этом году все закончится. Война должна закончиться. Но у нас большая беда останется. Клика Зеленского. То есть война закончится, а вот то, что у нас сейчас творится во власти, вот это, мне кажется, страшнее. Потому что они все больше и больше лишают людей всякой свободы. И сегодня идет охота на людей. Внутри Украины. Это и работает на разобщении. Вот этот чудовищный план разрушить коммуникации. То есть еще связь обрубят. Вот тогда люди пойдут с вилами друг на друга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok